так привет мой дорогой зритель в этом видео я вам сейчас покажу обрезку на двухкордонной формировки вот так вот видите да вот наш куст идет смотрите наша задача сучок замещения приблизить как можно ближе к рукаву помните да вот давайте начнем вот идет наш штамп вот и штамп зачищаем все что до первой проволоки где у вас расходится вот видите рука влево рука вправо двухкордонная формировка этот штамп весь зачищаете вот у нас уже здесь есть формированные звенья а теперь я вам покажу как вот мы приближаем да как можно ближе к рукаву и помните что что сучок замещения что плодовая стрелка должна быть толщиной не менее 6 миллиметров все что растет вниз у нас вы удаляете не боитесь и так вот мы смотрим мы сначала выбираем наш сучок замещения какой у нас самый ближний самый ближний у нас получается вот этот мы обрезаем его на две почки и и нам надо плодовую стрелку и стрелку выбираем этого года побег значит у нас стрелка идет вот вот эта стрелку мы оставляем 4 4 6 почек все остальное что идет в этом звене удаляете не боитесь вот так вот у вас должно остаться вот и все что на плодовой стрелке на сучке замещения удаляете от усиков убирать вот так у вас должно остаться сучок замещения на две почки и плодовая стрелка 4 до 6 ну смотрите толщина чтоб позволяла не менее 6 миллиметров между звеньями у вас должно быть расстояние либо секатор либо 15-20 сантиметров опять же смотрим и вот наш ближний до сучок замещения на 2 вот наша хорошая плодовая стрелка опять же ее вот нам позволяет мы ее обрезаем на 6 стрелочку нашу мы всю зачищаем выбираем все остальное что и в этом звене дальше тут бы все росло мы удаляем смотрим дальше вот опять же вот наш видите это подсохло у нас вот наш вот если есть только одна нету как бы оставить там плодовой стрелке ничего страшно оставлять один сучок замещения на две почки и когда вы заканчиваете уже рукав обрезать смотрите и что вы сразу будете ложить на продолжение рукава вот моем случае я вот и ставлю здесь сучок замещения вот жену расстояние у нас до 15-20 сантиметров между этим этим сучком и вот вот эту стрелку я ставлю на продолжение рукава а вот это я удаляю и так же и продолжение рукава ну в нашем случае мы оставляем 50 70 сантиметров вы в домашних условиях можете оставлять его до трех метров ну и также смотрите чтобы позволяла толщина в вашей и там сну вашей лазы чтобы диаметре позволяла не менее 6 миллиметров и вот и второй рукав не будем ну второй рукав также обрезать ну влево вот таким вот образом вот ваш основной рукав вот ваше звено 1 звено 2 вон сучок будет на следующий год здесь и звено здесь звено и продолжение рукава поэтому хочешь научиться правильно обрезать любой формировки есть веерная есть и двухкордонная одноплечье подписывайся ставь лайк а демасик виноградарь тебя научит обрезать любой формировки укрыть виноградник укрываете вы виноградники и там более холодных регионах это у нас не укрывные поэтому ищите демасика виноградаря демасик виноградарь вам поможет выявитьownik и ваг enough и в specific ты